Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. У меня уже истерика началась. Во-первых, я очень рад, что вы снова здесь со мной, нашли время, зашли ко мне в гости. Во-вторых, у меня сейчас уже истерика происходит, потому что я никак не могу собраться, начать уже наконец-то записывать этот ролик. Понимаете, вот какое-то сегодня такое состояние. Во-первых, у меня настроение такое рабочее, философское, как обычно, много в голове там всякой информации, у меня гуляют размышления и так далее. Но понятное дело, что они не без причины. Во-первых, продолжается рубрика «Избавься от лишнего». Я сегодня снова сделал, так сказать, дабл-чек, прошелся по квартире, поскреб по сусекам, посмотреть, что бы еще можно было бы такого убрать. Видимо, у меня сейчас такая необходимость, избавляться от всего не нужно. Ну, кстати, нашел, да, повыбрасывал. Так что мне это помогает, на самом деле, такая терапия. Насчет стрима еще хочу сказать. Если вы хотите, во-первых, хотел спросить, все ли еще меня смотрят люди, психологи, психотерапевты, которые, возможно, захотели бы присоединиться к нам на стрим, отвечать на наши вопросы, потому что сейчас время, сами понимаете, такое неспокойное. Я думаю, что, возможно, как-то кому-то это поможет. Скорее всего, было бы очень прикольно. Поэтому, если меня смотрят психотерапевты или психологи, которые готовы подключиться на стрим, напишите, пожалуйста, об этом. А мы с вами обсудим, в какой день это можно сделать. Ну, желательно в воскресенье, хотя я понимаю, да, это наглость с моей стороны, поскольку у людей свои планы, а тут я со своим стримом. Но, в любом случае, друзья, если не найдется психолога, психотерапевта, да, мы в любом случае его сможем провести и сами поотвечать на всякие вопросы друг друга, в конце концов. Мы тоже далеко не глупые люди. И тут даже дело не в глупости, да, у нас у каждого есть свой опыт, есть чем поделиться. Ну, на худой конец попутешествуем, познакомимся с новыми подписчиками, правильно? Поэтому пишите в комментариях, если есть психотерапевты и психологи, которые готовы присоединиться, дайте знать о себе. И дальше будем отталкиваться уже от этой информации. Поэтому пока что еще ничего не загадываю, будем, как там говорят, будем посмотреть, да, что это будет дальше. Значит, у меня сегодня, как всегда, много вопросов философских в голове крутится. Во-первых, у меня есть такая все время. Один вопрос, но это такой чисто риторический. Я вот, когда пытаюсь как-то отвлечься от чего-то, и хочется, знаете, ну, что-то посмотреть такое, чтобы как-то отвлечься, ну, от всего забыться и просто включиться, унестись в этот сюжет фильма или какого-нибудь мини-сериала, надолго играющие фильмы и сериалы, я не готов сегодня, потому что я уже на девятой серии потеряю суть всего происходящего. Ну, короче, мне проще там немного серий. Самая большая проблема в чем? Не то, чтобы дойти время посмотреть, а найти, чтобы посмотреть, потому что куча всего, а что-то найти в этой куче нормально, это тяжело. Я, конечно же, как, не знаю, вы ищете, но я отталкиваюсь в первую очередь от рейтинга, да, от общего количества. И вот я заметил такую штуку, значит, у меня он на этой платформе, которая подключился. Я смотрю на рейтинг некоторые там фильмы, сериалы, там, задаю жанр определенный, да, который хочу, и ищу там рейтинг из 10, 2, 1,5, 3. Я думаю, господи, это же уже не там такое снимали, что люди оценили это в 2-3 балла. Ну, это же вообще ужас какой-то, понимаете, там 5, это нельзя уже смотреть, 6 тоже под большим вопросом. Ну, желательно от 7, да, это уже говорит о том, что, в принципе, это зайдет большинству. А когда в 2-3, это вообще трэш. Кстати, мне тут еще попались аниме, я как-то глянул, мне, кстати, помню, знакомая рекомендовала посмотреть аниме. Не знаю, любите вы, не любите, есть такое аниме, называется «Атака на титанов». Она до этого, кстати, еще мне рассказывала, что она очень много ходит к психотерапевту, даже к психиатру, я бы даже сказал. Ну, то есть она там серьезно, в общем, занимается своим ментальным здоровьем, естественно, там медикаментозно все это подключили. Знаете, почему я это все говорю? Я вот посмотрел это чуть-чуть, это аниме «Атака на титанов». Ребят, ну, я не знаю, какие нервы надо иметь, чтобы это выдержать все. Вроде, казалось бы, да, это же типа мультик аниме, но там такая жуть. Я не знаю, кто смотрел это или нет. Я такое не готов видеть, серьезно. Я боюсь, что я на дурочке после этого аниме окажусь, поэтому не-не-не. Вообще, я всегда поражаюсь людям, которые создают вот эти самые аниме, потому что иногда такое там увидишь, думаешь, боже, что они курили. Ну, с одной стороны, это удивительно и странно, и непонятно в то же время, но с другой стороны, есть действительно интересные, за которыми приятно наблюдать. Было парочку аниме, я не сильно фанат этого всего, но парочку я как-то посмотрел, мне понравились. Ну, вот эта «Атака на титанов» — это прямая дорога к психиатрию, я вам серьезно говорю. Потом люди удивляются, что они потом ходят лечат свою психику. Ну, как такое смотреть можно? Вот. Короче, это такое, что касательно фильма. Ну, немножко философия от Жени, да. Как всегда, у меня сейчас вот такой вопрос часто мне задают, звучит он так. Женя, что с тобой? Что с тобой? Я тебя не узнаю. Вот такие вопросы мне задают в последнее время. И тут хочется прям задать встречный вопрос всем этим людям. А что с вами, собственно? Что с вами, кто задает мне этот вопрос? Со мной вот все нормально, со мной все в порядке. Да, понятное дело, что вся эта обстановка и вся эта ужасная история, да, она, конечно же, и по мне ударила однозначно. Но в целом со мной еще пока что все в порядке, хотя иногда я в этом тоже сомневаюсь. Ну, вообще удивительно. Знаете почему? Потому что вот часто люди мне это спрашивают таким образом. И все это как бы подается под таким соусом, как будто вот свою какую-то ошибку, свой косяк, может быть, я не знаю, там. Они пытаются таким образом спихнуть на тебя. Но это такая удобная позиция многих людей, да, типа это не со мной что-то. Это не то, что я там как-то не так себе веду или как-то, не знаю, там плохо что-то делаю. Ну, тут много можно примеров приводить. Вот, к примеру, да, часто мне пишут касательно там, что у меня промыты мозги. И получается так, что, к примеру, да, многие люди смотрят различные там сегодня политические ток-шоу. Шоу на ютюбе, по телевидению, неважно где, но смотрят практически все, наверное. Я не смотрю, вообще не смотрю. Так вот, удивительная штука получается, что все эти ток-шоу, там, пропагандонов, оппозиционеров, неважно кого, неважно на каких каналах смотрят все, да, или многие. А мозги промыты почему-то у меня, у человека, который вообще не смотрит этого. Ну, мне не нужно этого видеть и слушать кого-то для того, чтобы понимать, что происходит, правда? Ну, сама суть, да, вы улавливаете, почему я так говорю. Или там, например, какую-то дичь кто-то творит, а оказывается, что со мной что-то не так. Люди себя часто ведут, мягко говоря, по-свински, а стыдно почему-то всегда должно быть мне. И вот часто они пытаются приложить вот это вот на меня. Вместо того, чтобы понять, а может быть, мы что-то не так сделали? А может быть, нам нужно задуматься о себе? Я не учитель, я не папа, я не мама. И как бы не то, что там кого-то пытаюсь поучать. Я просто делюсь своими мыслями. И вот, допустим, тоже еще один пример. Вот подруга, которая мне там из Канады частенько звонила, писала. Я сейчас и запретил писать. Звонить мне по одной простой причине. Потому что, понятное дело, что ей намного сложнее находиться в Канаде, чем мне в Украине. Это не обсуждается. Это 100% ей намного сложнее там живется. И у нее много проблем там. У меня их нет здесь. Но слишком много негатива. Очень много негатива. Вот после каждого диалога с ней, у меня такое ощущение, как будто я опустошен. Как будто из меня вот все вынули живое. И я просто еле-еле шкандаляброй до кровати, чтобы просто шмакнуться в нее. И, понимаете, уйти в глубокий сон. Чтобы выспаться и как-то набраться сил. И вот таких примеров я могу приводить много. И что я делаю в такие моменты? Я говорю, все, стоп, пожалуйста. Я, конечно, это все аккуратно подвожу, намекаю. Иногда уже прямо говорю, ребята, пожалуйста, остановитесь. Остановитесь, я не выдерживаю, это невозможно. Куда вас всех несет? Я не готов. Я делаю вам последнее предупреждение. А потом все, когда я говорю, все, стоп, хватит. Мне не писать. Мне, пожалуйста, не звонить. На вопрос, почему, говорю, странный вопрос, но я отвечу. Говорю, слишком много негатива. Я не выдерживаю. Я понимаю, что каждому сейчас тяжело и сложно, где бы он ни находился. Я это все не отбрасываю. Но люди такое ощущение, как будто забыли. Во-первых, где я нахожусь? Каких я условиях, что я не какой-то там избранный. И что со мной может произойти так же, как и с любым человеком. Все что угодно. Это первый момент. Дальше. Почему я для многих должен служить тем самым биотуалетом, в который люди приходят, свою нужду справляют? Но я же попросил, ну давайте о чем-то, ну как-то, ну не слишком. Вот понимаете, ну зачем мне вот это вот общение, от которого я потом постоянно хожу вот с такой башкой, не знаю, как вообще себя потом собрать в кучу. Но это ужас. Я просто деликатно говорю, пожалуйста, я устал, я не хочу. И тут вот этот вопрос, Женя, а что с тобой? Что с тобой случилось? Я тебя не узнаю. Ай-яй-яй, так нельзя. Серьезно? То есть, извините за выражение, срать на меня постоянно можно? Постоянно один сплошной негатив на меня сливать можно? А когда я от этого отказываюсь, мне говорят, а что с тобой-то, Жень, ты чё? А ну давай, открывай рот пошире, будем дальше закидывать в тебя все это. Нет, не хочу. Я устал, честно, я очень устал. Я тоже не железный человек. Я прихожу сюда всегда на канал, для меня это отдушина, я отдыхаю. Кто бы, что бы там не говорил. Я знаю, что я многим помогаю. Отвлекаю как-то там. Всё равно это какая-то помощь. Мне приятно читать ваши комментарии, которые вы пишете. Хотя многих бесит, что мы постоянно, ну, имеется в виду, что люди не обсуждают по теме. Постоянно мне там какие-то приятные комментарии пишут. Но я уже говорил об этом. Я не могу заставлять людей делать то, что они не хотят. Если человек хочет молча послушать и просто написать мне благодарность, спасибо и за это, как говорится. Я благодарен каждому. В любом случае, кто хочет что-то пообсуждать, покритиковать, вперёд. Я вам не запрещаю, комментарии открыты. Пишите всё, что хотите, ради бога. Мне уже плевать, честно. Мне уже давно, в принципе, плевать. Ну, в общем, просто так, к слову. Я не знаю, как у вас это происходит, как вы с этим справляетесь. Может быть, я неправильно поступаю. Может быть, я дальше должен как-то открывать свою душу, чтобы меня уже окончательно накрыло этой волной фекалией, чтобы я утонул в ней. Ну, мне не хочется, правда. Мне очень тяжело уже стало в последнее время, поэтому я просто прекратил. Но вот эти вот странные вопросы, которые мне задают меня, они удивляют, честно. В общем, испанский стыд мне как никогда стал знаком в последнее время особо сильно, потому что кто-то творит постоянно какую-то дичь, а стыдно почему-то всё время мне. Я не собираюсь никого ничему учить. Можете вообще не слушать меня, не прислушиваться. Каждый живёт как хочет. Я за это право, да? Чтоб каждый выбирал. Но помните, когда вы, допустим, там, какой-то агрессии на агрессию реагируете, но не ждите в ответ, что вам как-то будет хорошо от этого, я не знаю. Если вы постоянно негативите, не ждите, что будет что-то хорошее. Опять же, хотите заблуждаться, летать в облаках, летайте, это ваш выбор. Мне всё равно. Главное, только вот знаете, живите так, чтобы не вредить всем вокруг. Хотите навредить себе, вредите. Это ваш осознанный выбор. Но мне, пожалуйста, не надо. Вот я не хочу. Вот я отказываюсь от этого, честно. Это такой уже крик души. Может быть, многие услышат, наконец-то меня поймут. Вот такое у меня сейчас состояние. Поэтому, наверное, я, исходя из этого всего, я решил таким образом как-то всё это компенсировать. Решил устроить себе дома инвентаризацию. Да, всё ненужное убрать. Всё ненужное убрать. В том числе и людей, и контакты, и всё остальное. Честно, иногда мне кажется, что я скоро вообще телефон отключу и вообще перестану с кем-либо общаться. Вот честно. Не хотелось бы. Правда, не хотелось бы. Но так устаёшь. Хотя я понимаю, сейчас полнолуние, там ретрогадный Меркурий. Весна — это непредсказуемая погода. Кстати, такая же, как эта весна. Ничего не понятно, что будет. Погода, честно, тоже то солнце, то мороз, то снег, то дождь, то жарко, то ветер, то всё сразу. Ну, так, знаете, в течение дня, прям в течение часа всё меняется. Как состояние эмоциональное и психическое. Да, многих людей такие себе качели. Гой да, гой да. В одну сторону, в другую непонятно куда. Да, понятно, что все устали. Я всё это понимаю, ребята, всё понимаю, сам такой же. Иногда уже просто нет сил. Но потом вроде как куда-то их черпаешь, и всё хорошо. Но я вас очень прошу. Уважайте других людей, уважайте их время, уважайте их просто как людей, да. Не нужно их использовать в качестве биотуалета или унитаза, как хотите. Но это же тоже люди. Ну, нужно как-то заряжать людей. Ну, невозможно постоянно всё в чёрном цвете. И так я это всё вижу. И так я о многих вещах стараюсь здесь не упоминать, не говорить, чтобы лишний раз там не тревожить вашу душу, да, и вашу нервную систему, и свою в том числе. Но я всё вижу, я всё понимаю, что происходит. Давайте просто немножко будем добрее. С пониманием друг к другу, с уважением, тактичнее, с любовью, может быть. Ну, можно и без любви, это уже слишком многое прошу. Ну, с таким минимальным уважением, пониманием, да, того, что мы все уже люди взрослые. Каждый прожил какой-то отрезок определённой своей жизни. У каждого есть свой опыт. Каждый считает, что он во чём-то прав, и всё остальное не важно. И пусть это будет так. Я спокойно отношусь к любой позиции. Даже если она самая, на мой взгляд, бестолковая, идиотская. Я не буду ничего никому доказывать. Опять же повторюсь, как хотите, так и живите. В кого хотите, в того верьте. Главное, не мешайте мне и всем остальным. Живите как хотите, вот и всё. У меня, собственно, вот такой был посыл. А я у вас хочу спросить, как вы, друзья, справляетесь с такими моментами в жизни? Как вы ведёте диалоги с такими людьми, или вы тоже их не ведёте? Вот я в этом плане, у меня есть определённый такой, знаете, лимит. Точка кипения, до которой доходит. Если вот за этот промежуток, пока мы к этой точке кипения идём, я тысячу раз говорю, остановись, и меня не слышат. Но потом всё, я как бы машу ручкой, пока, до свидания. Я больше не хочу, потому что не то, что не хочу, я просто больше не могу. И тут вот эти вопросы, да. Женя, а что с тобой? Хочется прям сказать, да вы что вообще, что ли, обалдели? Ну я по-другому бы сказал бы, ну ладно. Да, такой человеческий то ли эгоизм, то ли глупость, то ли всё вместе. Каждому кажется, что ему больнее. Каждому кажется, что ему сложнее. Каждому кажется, что у него как-то не так, как у других. Да по факту у каждого из нас в жизни и боль есть, и страдания, переживания, и хорошие, и плохие моменты. Все мы живые, а значит нам всё не чуждо. Просто не нужно эту боль перебрасывать друг на друга. Вот и всё. Я вот о чём хотел сказать. В это непростое время, мне кажется, правильнее было бы наоборот, что-то как-то вот сплотиться и как-то подбадривать себя. Даже если хотите поговорить на какую-то тему, ради бога. Но главное вот, не знаю, я уже устал это объяснять. Иногда мне кажется, что я это всё куда-то в воздух посылаю. Ну ладно, выговорился и уже хорошо. У меня тут своя психотерапия. Ну а в целом, ничего, друзья. Я крепкий орешек, знаете, меня уже не раз пытались добить. Но пока ещё никому не удавалось, надеюсь, и не удастся. Но я такой, знаете, человек, когда я уже чувствую, что прямо-то кому-то радость доставляет. Я могу сам там, знаете, упасть, сломаться, потому что где-то могу себе дать слабину. Но когда я вижу, что кто-то это хочет сделать, ой, не надо лучше. Ой, не надо, потому что я как встану, я как встану, ой, будет потом весело кому-то. Ладно, всё, замолкаю. Опять я тут на полэфира натрахтел. Ну простите, у меня просто сегодня немного накипело уже. Напоминаю, что здесь есть тайм-коды, поэтому если вам не нравится весь мой бред сумасшедшего, который я тут вначале несу, такой крик души, моя психотерапия, можете не слушать. Просто нажимайте, сразу переходите к новостям, слушайте то, что вы хотите, и будет всем счастье. Также напоминаю, если вас раздражают субтитры, их можно отключить и тоже не нервничать. Вот так, друзья. Обращайтесь, я всем вам помогу. Всех именинников и именинец, несмотря ни на что, я поздравляю с днём рождения. И желаю вам от всей души, чтобы всё было у вас прекрасно. Светите, пахните, не болейте никто обязательно, чтобы все были здоровы. Обязательно. Насчёт психики я уже сомневаюсь, потому что, мне кажется, сегодня всем не помешает психотерапия. Но в целом, чтобы ментально и физически все были крепкими. Ну а теперь переходим к новостям. А, да, не забудьте поставить лайк, сердечко, палец вверх. Это всё одно и то же. А теперь погнали. Генри Кавилл пожертвовал 4 миллиона долларов пострадавшим от землетрясения в Турции. Как вы знаете, самая известная его роль – это Супермен, одна из. Также он передал ещё гуманитарную помощь для людей и кучу кормов для приютов с животными. Так что, друзья, если кто-то переживает, что про Турцию все забыли, не забыли. Просто, возможно, не так много о ней говорят. Но, тем не менее, огромное количество людей со всех стран также помогает и поддерживает. И спасибо Генри Кавилл за то, что тоже придаёт огласки. Вот я недавно говорил о том, что Руслана Лыжичко, да, из Украины, также призвала всех поддержать Турцию. Александр Маршал, значит, рассказал, как его сын относится к войне. Во-первых, по его словам, 25-летний сын у него есть Артём Миньков. Он настроен достаточно, естественно, патриотически и даже не думает скрываться долго перед Родиной. Вот его цитата. «Я военный человек, а он мой сын. Как это, чтобы он не пошёл служить, а мне потом говорили, ты отмазал? Так не будет». То есть Александр Маршал не то чтобы намекает и говорит прямо, что он готов отправить своего сына. Наверное, уже покупает ему всю необходимую экипировку, да, всё, что нужно. И отправляет. Друзья, верите вы в это или нет? Мне кажется, это очередные вот эти вот заявления. Такая себе пропаганда. Вот смотрите, Александр Маршал же своего сына отправил, и вы отправляете, не бойтесь. Это бред, конечно, этого не будет. Значит, некий продюсер Сергей Дворцов рассказал о планах Аллы Пугачёвой о том, как она вернётся на родину. Значит, он выступил с сопровержением слухов о том, что она уехала в Израиль навсегда. Он считает, что Алла Пугачёва планирует вернуться, но не в самое ближайшее время. Короче, чтобы не ходить вокруг да около, цитирую. В Израиль она перебралась ради детей, которым она хочет спокойной жизни и максимально комфортно. У меня есть информация, что Алла Борисовна вернётся в Россию через 5 лет. Ну и также он ещё сказал, что она поехала туда, так сказать, обеспечить спокойное будущее, настоящее своим детям, а также подлечить своё здоровье. Но через 5 лет он считает, она вернётся. Но такая у него есть информация. Не знаю, правда, откуда. Как вы считаете, это просто очередные бредни или реально правда? Американский стендап-комик Крис Рок в своём шоу жёстко пошутил об актёре Уилли Смит и его супруге Джадин. Он вспомнил скандальный инцидент на церемонии награждения премии «Оскар» в прошлом году. Помните, когда Смит вышел на сцену и дал ему по лицу? Крис Рок ранее не комментировал эту всю драку, но сейчас он заявил, что актёр сильно его тогда ударил. Цитирую. Вы всё знаете, что со мной случилось, что мне дал пощёчину, громила Смит. Меня ударил на церемонию «Оскара» этот вылупок. Люди спрашивают, было больно? Болит до сих пор. Также он вспомнил публичное признание Джады, которое рассказало ему, якобы, как она изменяла Уиллу Смиту. Рок это действительно тогда шокировало. По его словам, это не те вещи, которые следует выносить на публичное обсуждение. Я не знаю, насколько это правда, но вот он утверждает. Цитирую. Уилл Смит практикует выборочное возмущение. Его супруга, например, она переспала с другом собственного сына. Она причинила ему гораздо большую боль, чем он мне. Конечно, я бы не говорил об этом. Но почему-то эти придурки выложили это в интернет. Я не понимаю, почему два талантливых человека сделали это. Ну и в конце он также признался, почему не отреагировал на пощечину от Уилла Смита и не ответил ему. Говорит, что он воспитан совсем иначе. А как вам заявление о том, что его супруга переспала с другом сына? Вот это вот, конечно, заявочки неожиданные. В Великобритании на стадионе Уэмбли летом этого года состоится грандиозный концерт в поддержку Украины, где выступят немало мировых знаменитостей. Как рассказал некий инсайдер, как всегда изданию The Sun, среди приглашенных артистов будут следующие группы U2, The Rolling Stones, The Killers и многие-многие другие. Также на этот грандиозный концерт пригласили Пола Маккартни, Адель, Ноэль Галлахер и Пинк. И вот как он комментирует это. Это будет огромный действительно лайн-ап и в глобальном масштабе. Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана датой забронированный стадион Уэмбли. Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Конечно, за такой относительно короткий срок у многих звезд будут предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине. Так что мировые звезды собираются устроить грандиозный масштабный концерт на стадионе Уэмбли в поддержку Украины. Дмитрий Нагиев недавно попал в неловкую ситуацию, если можно так назвать. Значит, он выложил новый пост, вот где он там с весной всех поздравлял и так далее. Вот в этой куртке. Из-за этой куртки все начало. И многие стали его обвинять, что он поддерживает Украину. Заподозрили его, что он вышел в куртке цвета флага Украины. Как вам такая заявочка? Может, я, конечно, дальтоник? Я не вижу ничего подобного, схожего. А вообще сейчас, конечно, все это доходит до какой-то паранойи безумия. Вот честно. Ну где здесь увидели куртку флага Украины? Господи, боже мой. Это во-первых. Во-вторых, если где-то кто-то увидит букву В или З, это вообще просто будет, это ужас. Понимаете, со всех сторон люди доходят до абсурда какого-то. Вот я расскажу вам, например, личную историю, которая произошла у меня на моем канале. Вот когда при монтаже идет вот вставки, да, цитат, вы видели, да, что на полэкрана идет вот сам текст, вставляется, и рядом там фотография или видео того человека, какого я цитирую. И вот когда вот эта вот комбинация Ctrl-C, Ctrl-V, да, все знают Ctrl-C, Ctrl-V, и вот когда вот это вот копирование происходило на цитату, просто из-за того, что спешишь, да, и ты случайно нажал на эту букву В, ты просто не увидел, потому что, ну, так бывает, человеческий фактор, человек может что-то случайно нажать, я даже когда сообщение строчу, я часто у меня, у меня там могут быть ошибки или какие-то слова меняются, я даже не замечаю этого. И вот так произошло, что выскочила эта буква В, когда вот это вот Ctrl-V происходило. И кто-то углядел, и начали мне предъявлять, что я поддерживаю это все, представляете, мне. Я, значит, сижу здесь уже сколько времени, говорю толдоню, мало того, что я говорю, я сейчас сколько делаю. И просто из-за того, что вот эту чертову букву В случайно пальцем я задел, это было не специально сделано. И я не углядел этого, да. Началась травля. Люди начали писать, ах, вот ты какой, мы так и знали, думаю, боже, вы совсем шибанулись или что. Во-первых, эти буквы есть в английском языке. И что, давайте их тогда просто уберем. Давайте уберем тогда, теперь я не знаю, для Украины нужно убрать буквы В из алфавита, да, чтобы их никогда не существовало. Для России нужно убрать голубой и желтый цвет, чтобы больше не существовало. Ну это безумие. Ну Наги вышел просто, тут кто-то видит, это желто-блокитный флаг, прапор, да, но я не вижу этого. Да, я знаю, что Дмитрий Нагиев не поддерживает войну, но он русский человек, он живет в России, никуда не уезжает, он по-своему выражает свой протест, он никуда не лезет и так загадочно, завуалированно выражает то, что он это все не поддерживает. Но приплетать ему вот эту куртку не нужно, это уже безумие. Это мое мнение, может быть вы со мной не согласны, пишите свои мысли, а мы двигаемся дальше. Телеведущая Екатерина Асачи, Юрий Горбунов, певцы Александр Пономарев и Дзидзю в Афинах, в Греции, провели благотворительный концерт. Во время благотворительного мероприятия Дзидзю и Пономарев спели свои хиты, исполнили гимн Украины, также был проведен аукцион. Одним из ценных лотов на нем был флаг Украины, который подписал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Заложный. Синий и желтый флаг ушел с молотка, почти за 15 тысяч евро. Также среди лота были боксерские перчатки братьев Ключко. Всего во время благотворительного вечера им удалось собрать более 1,7 миллиона гривен. Все собранные деньги будут перечислены на нужды ВСУ и внутренних переселенцев. Об этом сообщила Катя Асачи с Горбуновым на своей странице в Инстаграме. Комик Александр Незлобин во время своего выступления в Лондоне сделал комплимент своему коллеге Максиму Галкину. Пока одни, как вы знаете, смешивают Максима Галкина, непонятно с чем, есть и те, кто его все-таки поддерживают и даже уважают. И вот цитата Александра Незлобина. Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина. До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели, но и то не факт. Разные истории ходили. Александр Незлобин известен участием в Comedy Club. Также он выступил против войны и покинул Россию. Сейчас он с семьей живет в США, где дают стендап-концерты на английском языке. Кроме того, ранее он заявил, что собирается поступить в университет и учиться на режиссера. Джи Джи Хадид дала недавно очередное интервью, в котором она рассказала о своем, например, отношении к стандартам красоты, карьере модели и личной жизни. У Джи Джи более 77 миллионов подписчиков в Инстаграме, если вдруг кому-то эта информация полезна. Ну и по оценкам экспертов, где-то 24 миллиона фунтов стерлингов на банковском счету. Хотя я думаю, намного больше. Она является одной из самых успешных моделей в современности и тем не менее считает, что ее тело и внешность не соответствуют строгим. Стандартам индустрии моды. И вот что она по этому поводу сказала. Когда я начинала, я была хорошо тренированной волейболисткой. И от этого у меня был определенный тип телосложения. В то время мода еще не начала переходить к более бодипозитивному восприятию красоты. Вероятно, я была строже к своему телу, чем следовало бы. Я не морила себя голодом, но была очень измотана. Сейчас я спокойнее отношусь к внешности. Я люблю свое тело, но я неодержима им. Я не думаю, что я самый красивый человек в мире. Немного ботокса, вероятно, могло бы помочь, но я не настолько одержима стремлением к идеалу. Также Джи Джи Хадид поведала, что спокойно относится не только к собственной внешности, но и к материнству. У нее есть двухлетняя дочь Хай от певца Зайна Малика, если вдруг кто не знал. Она признала, что никогда не мечтала о детях, но теперь она счастливая, молодая мама. Ее это очень радует. Цитирую. Я никогда не была одержима материнством и не считала это своим предназначением как женщины. Когда родилась Хай, я смогла совмещать карьеру и заботу о ребенке, так как всегда была очень организованным человеком. И знаете, вот что мне очень сильно понравилось, это ее позиция касательно родителей, которые вот расходятся, но для ребенка создают абсолютно здоровую, нормальную, правильную атмосферу. Она старается сохранять теплые отношения Зайна Маленьком после расставания, потому что ставит во главе угла счастье ребенка. И вот что она говорит. То, что доченька может проводить время с обоими родителями, делает меня очень счастливой. А я напомню, что расходились они очень громко, грязно, со скандалами. И слава богу, что они смогли найти в себе силы сохранить нормальные отношения для их общей дочери. Это очень правильно, и слава богу, что это случилось. Ну и что касается личной жизни, то сейчас она находится в свободном поиске и время от времени ходит на свидание. Не так давно, как вы знаете, ее снова заметили в компании Леонардо Ди Каприо уже не в первый раз, с которым ей приписывают роман еще с прошлой осени. Ходить не стала прямо, комментировать связь с Ди Каприо, но сказала, что строить отношения знаменитым людям очень сложно из-за пристального внимания поклонников и папарацци. И вот ее последняя цитата. Я не знаю, как кто-то ожидает, что у публичных людей будет какой-то нормальный опыт свиданий. Стоит куда-то выйти вместе, как вас уже называют парой. Это облом. Я просто перестала читать новости о себе. Ну, слушай, Джи-Джи, вот такая интересная, как маленькая, честное слово. А то ты не знала, что так будет, да? То есть мы все хотим быть звездами, а потом удивляемся, что нас даже в туалете фотографируют. Это предсказуемо. Владимир Познер вышел на связь. Недавно он принял участие в какой-то онлайн-конференции, неважно, да, во время своего выступления он впервые высказал свое мнение о войне публично. Если вдруг кто-то не знал или забыл, то он все это время, вот пока идет война, он молчал, хотя многие от него ждали каких-то заявлений. Ну и вот он выдал их. Цитирую. Неважно, прав ли Путин в своей вере в то, что взаимодействие Украины с НАТО предоставляет угрозу России. Важно, что он действительно в это верит. Путин предупреждал Запад и конкретно США, чтобы они гарантировали, что Украина не войдет в НАТО. А они щелкали медведя по носу несколько раз, надеясь, что он попадет в ловушку, именуемо Украиной. Важной причиной действий Путина является то, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО. Согласен ли я с Путиным, не имеет никакого значения. Важны факты, но я считаю, что мяч на стороне США, потому что Зеленский зависит на 100% от США. Вот такой вот спич выдал Познер, а тут уже каждый как хочет, так пусть для себя и делает выводы. Также он еще негативно высказался о пропаганде и раскритиковал стиль работы своих коллег в условиях войны. Ну, конкретно идет речь, как бы сказать, о тех людях, которые вещают о войне. И вот что он говорит. Мне стыдно за представителей моей профессии. Мне стыдно за то, что они делают. За ложь, которая предоставляется как правда. За пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить. Но я скажу, я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут. Вот так сказал Владимир Познер. В Нью-Йорке прошла 75-я церемония вручения премии гильдии сценаристов США. Церемонию посетили многие люди и, конечно же, Кейт Бланшетт. Кейт Бланшетт появилась на красной дорожке в светло-розовом платье. Как видите, все красиво, замечательно. Возможно, кому-то и нет. Триумфаторами премии этой стали Дэн Куан и Дэниел Шайнер. Они забрали главные награды в номинации оригинальный сценарий за фильм «Все везде и сразу». Снова фильм «Все везде и сразу». Жюри также отметила сериалы «Медведь», «Белый лотос» и «Говорят женщины». Эти проекты получили награду за лучший комедийный сериал, мини-сериал и адаптированный сценарий, соответственно. Премия гильдии сценаристов США — это последняя кинонаграда, которую объединение американских кинематографистов вручает перед церемонией вручения премии «Оскар», которая состоится вот-вот уже совсем скоро, 12 марта. Кстати, вы заметили, как много Кейт Бланшетт стало в последнее время, будто снова ее звездный час настал, скорее всего, да. И вот я почему-то уверен, почему-то мне так кажется, что «Оскар» будет именно ее. Или все-таки Мишель Ео за «Все везде и сразу». Это, кстати, будет первая азиатская актриса с «Оскаром». Или все-таки Кейт Бланшетт с третьим, по-моему, «Оскаром» уже. Кстати, вы фильм «Тар» посмотрели? Я о нем говорил. Именно за роль в этом фильме «Тар» Кейт Бланшетт сегодня просто везде и всюду. Да, может быть, сама картина не каждому зайдет, но именно игра и перевоплощение Кейт Бланшетт мне очень понравилась. Она, я считаю, вытащила этот фильм и сделала его интересным, потому что сам по себе он для меня скучноват. Риана опубликовала в Инстаграме еще несколько фотографий со своим сыном. Кстати, милые мамы на моем канале хотела вас спросить. А вы делаете так? Постите в Инстаграме своих малышей? Я ни в коем случае там не выпрек, это чисто вот вопрос. Хочется ли вам также делиться там своей радостью материнства со всеми? Или вы хотите, наоборот, это все спрятать? Как это у вас происходит в сегодняшнем современном мире с этими всеми приложениями и так далее? Как часто вы фотографируете своего сына, снимаете на видео? Сколько у вас там миллионов гигабайт уже? Признавайтесь. И вот что написала Риана. Мой сын, когда узнал, что на Оскар поедет его брат, а не он, вот так она подписала эти фотографии. Но она же сейчас беременна, вы поняли, да? Имя сына она до сих пор по-прежнему держит публично в тайне, хотя уже в прессе об этом пишет. Но публично она еще ничего не подтвердила. Возможно, на Оскаре скажет, когда вручат ей Оскар за песню. Кстати, как вы думаете, выиграет она его или нет? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек имеют все шансы оказаться в черном списке калифорнийских риелторов. В выходные парочка в последний момент отказалась от выкупа роскошной виллы в престижном районе Лос-Анджелеса Pacific Police за 35 почти миллионов долларов. И все бы ничего, но незадолго до этого они проделали подобную ситуацию с другим домом, лишив своего агента огромного процента. И вот, собственно, говорят, что они грешат этим. То есть, сам последний момент там почему-то передумывают. Не знаю, по каким причинам и тем самым агенты по недвижимости хотят внести в черный список Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На этом и вряд ли у них это получится. В любом случае, кто-то да найдется. Но о характере Дженнифер Лопес я уже говорил. Он у нее непростой, как и у любого, наверное, артиста ее уровня. Да и не только ее. Блэй Клайвли и Райан Рейнольдс рассекретили пол своего новорожденного ребенка. Во-первых, у них не опять а снова родилась девочка. Теперь они счастливые и родители сразу четверых дочек. С чем мы их и поздравляем. Ну, может быть, в пятый раз будет наконец-то мальчик. Я не знаю, насколько сильно они его хотят. А Джонни Депп за несколько дней заработал 4,5 миллиона фунтов стерлингов на своей выставке арт-принтов «Друзья и герои» в Лондонской галерее. На его гравюрах изображены звезды Регги Боб Марли, писатель Хантер С. Томпсон, актер Хит Леджер и Ривер Феникс, актер и покойный брат Хоакина Феникса. Это уже вторая выставка работ Джонни Деппа. На первой в прошлом июле Депп выручил тоже прилично почти 4 миллиона фунтов стерлинга. Тогда он продал принты с Элизабет Тейлор, Бобом Диланом, Китом Ричардсом и Аль Пачино. Таким образом, хобби актера принесло ему за 8 месяцев более 8 миллионов фунтов стерлингов. Ну, молодец, Джонни Депп, талантливый человек. Не пропадет, так не пропадет. Помните, я вчера говорил про Билли Айлиш, которая заявила, что она удаляет все соцсети и уходит, потому что все это лицемерие, все это неправда. И тут я просто обхохотался, когда она выкладывает новый пост и пишет, мол, ну у меня же все-таки 100 миллионов подписчиков, я же не могу их так просто взять и бросить. Серьезно, Билли Айлиш, это как понимать. Ну, а вернулась она, как вы поняли, после этого заявления. С каким посылом? Да, отрекламировать парфюм. Ну, суть не в этом. В общем, девочка сделала очередной пиар, вот так потом и верю людям. Сплошное вранье. Одни лицемеры навсюду. Ужас. Ну, это я понимаю, такие рекламные ходы специальные, для того, чтобы привлечь как можно больше внимания. Майкрософт выпустит тостер в стиле приставки Xbox. Представляете, французский сайт Xbox Squire поделился изображением тостера и сообщил, что устройство выпустят в 2023 году. Девайс обойдет совсем всего-то в 60 евро. В 2021 году компания выпустила мини-холодильник для напитков в стиле Xbox. А теперь вот тостеры. Ну, я думаю, игроманы оценят эту штуку. В Китае из-за запрета властей на эротический контент женское белье начали рекламировать теперь мужчины. Значит, контент с женскими моделями почему-то блокируют сразу. Ну, вот, а с мужчинами нормально проходит. Теперь вот мужчины рекламируют женское белье. Добро пожаловать в дурдом. Двигаемся дальше. Кстати, Адель недавно на концерте исполнила мечту фанатов, которые пришли на ее шоу в свадебных нарядах сразу же после бракосочетания. Прямо во время исполнения песни она оставила автограф на платье невесты. Это было, конечно же, все сфотографировано, растиражировано. Вот так вот. Молодцы, ребята. Понимаете, даже в день своей спадьбы пришли на концерт Адель, а она их так вот отблагодарила. Авриа Лавин после того, как недавно разорвала помолвку, об этом мы говорили, да, продолжает подливать масло в огонь. Новые сплетни, значит. Сначала ее застали вместе с рэпером Тайга, бывшим парнем Кайли Ченнер. А на этой неделе моды в Париже она появилась за руку с Гурамом Гвасалия, креативным директором модного бренда, да, и братом великого и ужасного Дэмны Гвасалия. Гурам посадил Авриа Лавин в машину и приобнял на прощание. Не знаю, что у них там серьезно или нет, никто не знает. Но вот такая вот информация. Не знаю, что там Авриа Лавин затеяла и что у нее происходит. Может быть, бывшего решила позлить. Дополнительный палец для руки разработали биоинженеры. Новая часть тела, напечатанная на 3D-принтере, управляется с помощью двух двигателей на запястье, подключенных к аккумулятору и микроконтролеру на плече. Эта система беспроводным образом связана с микроконтролями на лодыжках или ботинках пользователя. Ученые считают, что подобное вот это вот изобретение позволит расширить возможности человеческого тела. Как вам такое ноу-хау? Мне как-то, знаете, с пятью пальцами нормально. Мне шестой не нужен. Может, кому-то будет очень кстати. Мне кажется, что это какое-то безумие уже. Это, знаете, хочется еще буквально немножко философии сюда добавить. Такое ощущение, как будто в этом мире в сегодняшнее время все, что можно придумали, все, что можно создали и думают, как стало скучно жить. Давайте все это сейчас к чертовой матери разнесем, а потом снова будем заново создавать. Вот так я это все вижу, прости, господи. Конечно, я это так, чисто мои наблюдения и, может быть, бредни в мысли вслух. Тем не менее, по-другому я не могу это все объяснить. Как-то так, друзья. Согласны вы со мной? Нет? Пишите свои мысли. Очень интересно. На этом основной поток моего сознания все на сегодня. Но у нас, как всегда, будет замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. Но перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте, пожалуйста, убедиться, что вы, во-первых, поставили палец сверх, лайк, сердечко, это все одно и то же, что вы подписаны на этот замечательный, душевный, искренний канал. Сейчас так мало этого всего, а я вот, честно, такой, какой я есть, я думаю, вы это чувствуете. Боже, и вот это вот уже меня несет куда-то. Я, кстати, больше сегодня не ел. О, хорошо, что я напомнил, надо его приготовить. Вот, друзья, проверяйте, пожалуйста, подписку свою обязательно, да? Не забывайте смотреть ролики от начала до конца. Тейм-коды, конечно, есть, но это нежелательно, потому что вы можете столько всего интересного пропустить, особенно там, где заступление, там меня как несет, так несет уже. Может быть, что-то свое услышите, вам как-то откликнется, добавите. Все-таки это очень интересно, потому что звезды звездами, а наша жизнь, она намного важнее, интереснее. Мне так, по крайней мере, кажется. Может быть, кто-то считает иначе. Ну, а все те, кто уже подписан, кто поставил лайк, сердечко, и кто всегда комментирует, большое вам от меня спасибо. Большое, честно, искренне. А теперь врываемся в рубрику добра. Погнали! Веселая история, значит, произошла. Мишка Косолапый, вот это дно, его посетила неожиданная мысль о водных процедурах. Значит, он под покровом ночи проходил мимо частного дома. Вот просто себе такой шел-шел. Зашел на частный двор, заметил там тазик с водой и решил искупаться. У него, конечно, ничего не получилось, потому что, так сказать, не по размеру купель была. Но, тем не менее, на камеру это все успели заснять. А вообще, удивительно, да? Я представляю, так живешь, выходишь, не знаю, там подышать воздухом или покурить. А у тебя там медведь в ступе плавает. Я же не знаю, что может произойти с человеком. Ой, смех и грех, конечно. Но никто не пострадал, а Мишка Косолапый такой себе немножко намочился и пошел дальше по своим делам. В поисках, наверное, чего-то вкусного и сладкого. Тоже интересная история. Значит, мужчина выходит из дому, а тут добрый вечер или добрый день. Посмотрите на эту стаю оленей и косуль, я не знаю. В общем, вот эта вот стая пришла, видимо, тоже за чем-то вкусненьким к человеку. Прям как в сказке. Открываешь дверь, у тебя то медведи, то олени. Ну, весело же. Слушайте, интересно живешь. Пришли за едой, короче, к людям. Еще одна хорошая новость. Посмотрите на эту красоту. Значит, пишут о том, что увеличилась численность краснокнижных ирбисов. В прошлом году снежных барсов было 11, а теперь их стало 18. Вообще, конечно, цифра очень грустная, 11, 18. Это ужас, конечно. Но это в этом заповеднике. Я надеюсь, что в других их больше. Но все равно хоть что-то хорошее. Было 11, стало 18. Дай бог, пусть размножаются. Люди все для этого делают. Большое им спасибо за то, что они стараются популяцию всех исчезающих видов живых на нашей планете увеличить. А это история про маленького бельчонка, как его спасла когда-то девушка. А все началось с того, что девушка обычным днем вышла выносить мусор, а вернулась вот с этой крохой. Видимо, он выпал из гнезда, но мама за ним почему-то не пришла. Неважно по какой причине, сам факт, что он был один. И, конечно же, девушка его забрала к себе. Она стала его выхаживать, нянчить, и с тех пор он не захотел уходить и живет с ней. А орехи, кстати, он прячет у нее в волосах. Вот такая вот любовь и симбиоз, понимаете, прекрасная девушка. Большое спасибо, что не бросила. У Бельчонка все в порядке. Он, конечно, может уйти, но не хочет, как говорится. Привык к комфорту и уюту. И орехи, и забота, все под рукой. И напоследок вам еще немного юмора. Посмотрите на этого максимально спортивного котика, как он занимается активно. Вот, чтобы вы понимали, вот так выглядит вот я в спортзале. Это называется рубрика «Я и спорт». Все это выглядит примерно так. Раз-два, и можно лечь отдохнуть. Хватит, я устал. Вот так, друзья. Надеюсь, вам все понравилось. Я заканчиваю свою болтовню. Спасибо за то, что провели этот вечер, утро, день со мной. Потратили немного времени, посмотрели этот ролик. Мне очень приятно. Берегите себя, пожалуйста, друзья. Напоминаю, что будьте людьми, вот просто будьте людьми. Этого будет настолько достаточно. Если вы не можете что-то кому-то где-то помогать, я вас умоляю, хотя бы не мешайте. Это тоже будет отличная помощь всем. Большое вам спасибо. До завтра. Пока-пока.